Всем здравствуйте! Это новости Турции. Наш первый выпуск в 2024 году. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я хочу сказать о том, что я живу в Турции и перевожу новости на русский язык. Все, что у нас происходит здесь, в стране, может быть вам интересно, новости из официальных источников. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог. В инфобоксе под видео есть ссылка. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Давайте приступим. Итак, какие же у нас новости? Первые и самые важные в 2024 году. Он у нас немножко откинет назад, и мы поговорим о том, как закончился скандально 2023 год. Что здесь обсуждали турки. Конечно же, первые два дня 2024 года в Турции самая важная тема, обсуждаемая, это землетрясение в Японии. Очень сильная. Все обсуждают, естественно, баллы, которые там были, больше 7 баллов, чистоту. И, к сожалению, прошедшей ночью еще было землетрясение, больше 5 баллов жертв и так далее. Но, естественно, эта тема самая болезненная до сих пор, самая опасная. Также вчера обсуждали, как на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета тоже в Японии, в столице. Тоже актуальная тема. В общем, Япония, конечно, она в повестке дня у турков последние два дня. Но к ситуации внутренней, что у нас здесь происходит внутри страны. Вчера в Турции вирусилось видео в соцсетях, как очевидцы сняли огромный смерч, воронку воды, которая поднялась над морем возле Измира. Слава богу, никто из-за людей не пострадал. Из-за непогоды это произошло. И ураган там завертелся, торнадо. И, соответственно, в итоге потом вообще ушел. Людей не зателся. В Малатии продолжает периодически трясти. Больше 4 баллов были землетрясения 1 января. И в новогоднюю ночь за полчаса до Нового года разрушений никаких нет. Очень часто меня в комментариях спрашивают о том, как насчет жилья, которое было разрушено. Но вот буквально недавно опубликовали информацию статистическую о том, что разобрали порядка 90% разрушенных зданий в Малатии, вообще вот в этой округе, в местности, где здания разрушены 6 февраля. Но хочу напомнить, что вообще разрушено было 80 тысяч с лишним. 80 порой, 3 тысячи где-то, да? 83 тысячи ориентировочно зданий были разрушены в стране. То есть весь год только этим разбором занимались. Соответственно, только очистили территорию. Только происходят некие захоронения останков до сих пор, людей, которых находят под этими зданиями. Строительство в большинстве на 90% этой территории только будет начинаться. Когда меня спрашивают о том, ну как же люди живут, существуют, то в комментариях было об этом. Скажем так, выходили на связь, писали в комментариях. Если хотите, напишите еще раз. Люди, которые русскоязычные, живут все еще в лагерях для пострадавших от землетрясения в ужасных условиях. В ужасных плане это не свой частный дом, не своя какая-то территория. Холодно, без определенности в будущее. Все ожидают жилье, которое еще в большинстве участков на этой территории даже не начали строить. Строительство идет, но планомерно и медленнее, чем были заявлены темпы после того, как об этом говорили политики. Про празднование Нового года. Чуть больше 50% людей в стране, 56% планировали отмечать Новый год и планировали как-то там тратить деньги, празднование, накрывать стол, идти в ресторан и так далее. Про экономику немножко вернемся опять же, да. Так вот, новогодний стол семье из двух взрослых и двух детей минимальный вообще, то есть не суперогромная, там, не знаю, трата денег, бюджета на еду, а просто на праздничный, скромный ужин в крупных городах Турции это варьировалось примерно полторы-две тысячи лир. Это стартовая цена. И там как бы алкоголь и все, этот алкоголь сюда не включен. Это просто набор стандартный, горячий салат, какой-то десерт там и круемища, это семечки, орешки, какие-то сухофрукты. Вот это в районе полутора тысяч тире двух и туда рост, собственно, вверх. Почему я отмечаю вот этих 50 с лишним процентов в стране людей, которые отмечают? Потому что религиозные, конечно же, этот праздник не отмечают. Но при этом хочу отметить, что скидками, акциями, компаниями, которые происходят в маркетинге, в магазинах и всем прочем, к Новому году акциями пользуются, конечно же, все. Но чуть-чуть больше половины, вот как у нас всегда религиозно разделенные люди и светские турки, да даже вот в этих моментах очень видно, как они разделяются. Так вот, 50 с лишним процентов отмечали Новый год, а вот 1 января в 8.30 утра, представьте, вспомните себя, 1 января в 8.30 утра вы уже ложились спать или уже, например, спали, еще только не собирались, отмечали Новый год. В центре Стамбула был огромный пропалестинский митинг сторонников правящей партии, поддерживающих Палестину. Это было на Галатском мосту, очень много людей. Конечно, такие видео были масштабные, большие масса людей туда пришли на этот митинг. Соответственно, это вторая противоположность, да, остальные 50%, скорее всего, которые не отмечали. Ну, были такие шутки, сплетни у людей здесь, кто, собственно, отмечал Новый год, но не в 8.30 утра не встали. Ну, такое, короче, само, даже время раннее. 1 января это некая весомая точка, чтобы очертить, кто за, кто против. Митинг этот согласовывали правящая партия, естественно. Там же присутствовал владелец завода Байкар, зять президентом, давал там интервью. Это было все в прямом эфире. Ну, помитинговали и, собственно, разошлись. 29 декабря после вечера должен был состояться матч между Суперлигой, Кубок Суперлиги Турции, это Голдсарай и Фенербахчи. Это две самых на данный момент сильные команды, решающие матч. Проходить он должен был в Саудовской Аравии. Изначально, да, начнем рассказывать ситуацию. Изначально вопрос, да, у многих, почему в Саудовской Аравии? Потому что это большая реклама, большие деньги и контракты. Очень много людей, болельщиков, приехало на стадион болеть в Саудовскую Аравию, из Турции и Турки. Это отели, это продажи. Это большая реклама на таблоидах, это большая реклама эфирного времени самого матча. Очень важный матч. Президент Федерации футбола Турции, назовем так, продал этот матч, разрешил его там провести. Очень большие деньги. Очень важно понимать, что там религиозные моменты. А у нас здесь 23-й год. Год, назовем так, негласной демократии, празднования столетия республики. Не будем забывать, что каждый турок, неважно, какого он вероисповедания, светские или религиозные, он в первую очередь патриот своей страны. Это воспитывается просто с детского садика, со школы и на протяжении всей жизни. И неважно, какая у тебя вера, объединяет, в первую очередь, любовь и патриотизм к своей стране. А Ататюрк – это символ демократии, символ вот этой любви. И его, назовем так, большинство людей, ну, назовем так, любят. Есть кто в прямом смысле любит, да, считают отцом всех турок. Саударабия запретила сначала на разминку одеть футболки, где было изображение турецкого флага, и к столетию республики портрет Ататюрк. Потому что это демократия, это не религиозная личность. Затем запретили исполнение марша столетию, запретили также выхода турецкого певца, который должен был исполнить этот марш. В общем, запретили все, что имеет символику демократии, Ататюрка, флага и так далее. И это произошло не перед самым матчем, перед выходом на поле, а на разминке за несколько часов до этого. Конечно же, эта весть разлетелась в интернете, по всем пабликам, по твиттеру. И турки, которые находились внутри страны, были категорически против Афенербахча и Голдсарай, такие заклятые враги, назовем так. Очень много часто потасовок футбольных бывает. То есть, ну, такие. Они однозначно, три крупных команды, Бешикташ, Голдсарай, Афенербахчи, назовем так их фанаты друг друга, конечно же, ненавидят они соперники. И они все объединяются в одном порыве, в протесте против вообще того, чтобы состоялся этот матч. В свою очередь, футболисты отказываются выходить на поле. Они даже отказываются от выхода из своих отелей для того, чтобы приехать на поле, чтобы состоялся матч. В стране начинается, вот в этом плане, огромный бунт. У нас все это в прямом эфире происходит. И просто футболисты, заклятые враги, объединились и отказались выходить на поле, если Саудовская Аравия не разрешает им использовать свою символику, свои портреты Ататюрка на футболках, флаги. Там уже к матчу, уже к восьми вечера начали разрешать все. И песню пойте, и флаг пожалуйста. Ну, про Ататюрку разговора не было, но это был вопрос уже принципа. Матч не состоялся, все эти огромные контракты на рекламу, на продвижение срываются. Вот этот огромный куш, короче говоря, денежный, из-за чего, собственно, вообще этот матч был выездной и вообще в другой, в третьей сторонней стране. Футболисты собираются вылетать. Была информация о том, что их блокировали, их самолет, они вылететь сначала не могли на взлетном поле в аэропорту. Потом их выпустили, они прилетели домой. Их, конечно же, вся страна встречала с плакатами, с фаерами. Очень тепло встретили. Это тот уникальный момент, когда соперники, которые друг друга ненавидят, объединились. Их что объединило? Любовь к своей стране, патриотизм, ну и демократия. Потому что это символ, Ататюрка тот символ демократии в стране. В едином порыве полетели куча твиттеров, хэштегов, постов в интернете в этот вечер с Ататюрком, любовь к нему. Очень много было фраз различных из-за разряда «Ататюрк, находясь в могиле, все равно побеждает, и демократия на первом месте» и так далее. Мехмед Биюкекщи, президент Федерации футбола Турции, тут же подал в отставку. Почему? Потому что сразу же начались вопросики. Вообще сплетня была о том, что президент ему позвонил Эрдоган и сказал о том, что я вам советую это сделать. Подтверждения никаких не было. Заявлений президента никаких не было на 29 декабря. Был заявление мэра Стамбула, мелких таких чиновников, мэров и так далее, о том, что, конечно же, матч должен был быть дома, и вообще кто разрешил за границу все это вести, бабки там зарабатывать, надо было дома это все делать. Очень началась критика. Все шишки, конечно, полетели на президента футбольной федерации. Он тут же подает в отставку. Неизвестно, сам или ему все-таки позвонил президент. Но по факту критика такая, что это такой провластный, пропартийный человек, естественно, у него есть там свои связи и все прочее политические. И он относится к партии, правящей в стране. Дабы избежать большой критики и скандала, которые обрушились в тот вечер на вот этого президента футбольной федерации, все были очень злы самим фактом того, что за огромная провокация, почему это произошло, кому это было выгодно. Но все эти вопросы, на самом деле, остались очень подвешенными. Явно то, что запретят флаги и все прочее, это некая провокация политическая, на религиозной, этой демократической почве между двумя государствами. В свою очередь, на улице, где находится посольство Саудовской Аравии, вывесили кучу флагов Турции и портретов Татюрка. Вообще, сразу же решили переименовывать эту улицу по-другому, демократическим названием и так далее. То есть, меры были такие. Но это не перешло, слава богу, на какой-то конфликт такой международного плана. Это быстро замяли. У многих людей в вопросике, что это была провокация заранее спланированная, скорее всего. Потому что изначально не было говорено про запрет такой, флагов гимна исполнителя, певца знаменитого, который приехал к гимнам. В общем, возникли вопросики. Это было 29-го, в ночь на 30-е. 30-го, конечно, все это в стране обсуждают, но на 1-го января назначается митинг под эгидой за мучеников, которые, мученики, это парни военные, которые, вот я вам говорила две недельки назад, к сожалению, погибли вот в этом террористической атаке. А про них, про полиции. У нас началось шпионское начало года. В Турции полиция задержала около 33-х людей подозреваемых в шпионаже в сторону Израиля, в пользу Израиля. Иностранцы там присутствуют. В общем, задержали 33 человека в разных точках страны. Самая главная большая такая облава была в Стамбуле. Пока что не называются ни имена этих людей, ни их цели, но только шпионаж в сторону Израиля, в их пользу и так далее. Завис как бы вопрос, чего вы ждали, почему раньше их не арестовывали, что вообще такое происходит. Люди как бы отметили, но какого-то понимания тому, что произошло или происходит, на данный момент нет пока этой новости. Также с 1 января у нас увеличиваются тарифы различные на 50-60%, так что теперь разблокировать телефон сотовой иностранной 32 тысячи, больше 1000 долларов, 32 тысячи с лишним лир. Увеличились практически на 60% штрафы за вождение. Вот это, кстати, вас иностранцев касается тоже. Все, кто водитель, обратите внимание, в телеграм-канале там был список конкретный по теперь новые расценки за превышение скорости, непристегнутые ремени и так далее. Давайте несколько вам назову самых таких активных и важных. Нетрезвое вождение нетрезвого иностранцев. Первый раз это 20 тысяч лир, 220 долларов, второй раз 275 долларов, если тебя ловят третий раз, это 440 долларов. Наркотики, алкоголь и все прочее 626 долларов. Использование стердоскопов в сирен не по назначению, то есть вы на это не имеете права, назовем так фальшивые, а не 200 с лишним долларов и так далее. Превышение скорости примерно на 30 процентов от позволяемой 50 долларов, на 50 процентов 100 долларов и дальше там 200 и так далее. Немаленькие такие расценки, так что пожалуйста будьте внимательно и осторожны на дороге, а то придется заплатить нам немаленькие деньги. Ну давайте закончим на хорошей позитивной ноте. Я хочу вам показать видео, как Стамбул салютами отмечал новый 24-й год. Гуляний был немало, много, особенно в туристических местах, вот этих общественных точках. Туристов было тоже очень много. Кстати, очень многие турки поехали встречать Новый год в Грузию, потому что здесь очень легко пересечь границу, не так далеко. И в свою очередь, когда они 2-3 января сейчас возвращаются обратно в Турцию туристы, большие пробки на прохождении границы, особенно пешеходной границы с велосипедами и так далее, людей, турки возвращаются к себе домой, отмечали Новый год в Грузии. Вот такие новости на первые числа 24-го года. Не хотелось вас оставлять наедине с Тазиком Оливье, с пустым, например, Ютубом, где нечего посмотреть. Надеюсь, вы насладились. Пожалуйста, распространите видео, поделитесь им в соцсетях, поставьте обязательно лайк, подпишитесь, напишите комментарий. Это очень сильно поможет продвижению моего канала и хватом новым подписчикам. Желаю вам всем хорошего настроения и пусть у вас будет больше хороших новостей в 24-м году. Скоро увидимся. Всем пока.